Участвуйте в розыгрыше призового фонда в 450 миллионов рублей. Жек-пот большой куш от Лиги Ставка. Всего одна ставка и ты в игре. На очереди 11-й. Соглавный поединок нашего турнира. Полусредний вес. Внимание на экран. Меня зовут Святослав Коваленко. Я родом из города Знаменск, Астраханской области. Приехал в Москву, стал блогером, стал бойцом. Дерусь, представляю сам себя. Базы у меня в принципе никакой нету. Я никогда не занимался спортом. После 30 лет решил ворваться в бои. Мой тренер по ударке – Искандар Зияев. Мой тренер по борьбе – Дмитрий Бушнев. Меня зовут Сергей Бобрышев. Я из клуба «Молот» город Муром. Для меня этот бой не очень важен, как предыдущие бои. И я хочу показать этому блогеру, что такое профессиональная подготовка и что такое клетка. Два месяца готовился практически каждый день. Старался, выкладывался. И посмотрим, кто из этого выйдет. Мой соперник Сергей Бобрышев. Я его знаю только то, что он профессиональный боец. У него рекорд 14-2. В принципе, это все то, что мне необходимо было о нем знать. Меня мотивирует его рекорд. То, что я еще не дрался с такими бойцами, с профессионалами и с таким хорошим рекордом. Решил себя проверить. Если все пойдет по плану, так как мы запланировали, я хочу его помучать, насколько это будет возможно, пока он не сдастся. Свят, ты говорил, что можно не тренироваться и выходить против профессионалов и показывать свой результат. Вот давай покажем сейчас этот результат, насколько ты был прав. План на бой такой, что плана нет. Просто идти рубиться и делать все, что я могу. Я никогда не строю планы на бой. Это все рождается спонтанно во время боя. Смотрю, как двигается мой соперник, какая у него ударка. Все получается во время боя. Импровизация. Импровизируй, побеждай. Сегодня я также буду стараться зажигать в клетке. Вы увидите реальное шоу с реальным блогером. Скучно вам точно не будет. Ну что, Серега, давай зарубимся. Ты в профбоец, я блогер. Но из этого может получиться нечто большее, нечто зрелищное, нежели обычные профессиональные бои. Жду тебя. Светослав, я думаю, ты даже не подозреваешь, что от меня можно ждать. Поэтому я иду к тебе. В синий угол октагона приглашается Светослав Коваленко. Вот мы подобрались и к ко-майн-эвенту сегодняшнего вечера. Светослав Коваленко против Сергея Бобрышева. Светослав, конечно, человек уникальный. И судьбы, и вообще уникальный. Много чем занимался. 32 года этому бойцу из Знаменска. И он представляет и мир блогеров, и мир поп-ммэй, и мир поп-бокса, если угодно. Он дрался, например, с Марифом Пераевым по боксу, с Тимуром Никулиным, с Чершанбеевым. Побеждал Васо Бакошевича, кстати говоря. С Зелимханом-пулеметчиком дрался, с Артуром Акапом, с персидским дагестанцем и многими-многими другими. В общем, вот если брать ту историю, да, с той стороны ММА, да, скажем так, то там у Светослава большие вызовы. А так, он сам заявляет о том, что спортсменом он не является, хотя учился в Своробском училище, служил в армии, много чем занимался. И, как видите, боец достаточно подготовленный. В красный угол октагона приглашается его соперник Сергей Бобрышев! Вот и Сергей Бобрышев. Муромский боец, человек, который просто не знал, куда деть свою неуемную энергию и вовремя понял, что ему необходимо двигаться в сторону единоборств. Его приятель Сергей Дьяконов привел Бобрышева в клуб «Молот», но и с тех пор Сергей является профессиональным бойцом смешанного стиля. Он, кстати, тоже недолго в боях, всего пять лет, но послужной список включает уже в себя 12 побед при двух поражениях. Проиграл он решением Алексею Липунову, но был очень крутой тогда бой. Его по достоинству оценили, и в ММА-серии именно это противостояние стало лучше в 2020 году. Также Бобрышев уступил крепкому борцу Залимхану Юсупову. Ту неудачу он закрыл победой на 37-м турнире ММА-серии, где техническим нокаутом выиграл Александра Балаура. Потом решением был взят верх над Бауржаном Куан Шамбаевым. Он нокаутирован у Лби Газроманов. И в последнем бою на 50-м турнире ММА-серии Сергей решением одолел Турсунбека Асылгазиева. Но если же брать стилистику Бобрышева, то он всегда стремится к досрочному завершению и, как правило, выводит соперников из строя при помощи нокаутов, хотя две победы приемами также в его коллекции присутствуют. Сегодня проводят Бобрышев уже девятый бой в ММА-серии. Всего, как уже было сказано, 12 побед, две неудачи. Один бой признан несостоявшимся и шесть побед нокаутом. Да, 14 побед. Вот такой боец Сергей Бобрышев. Яркий, бескомпромиссный, всегда идущий вперед и желающий прикончить соперника пораньше. ПЕСНЯ 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 ПЕПНЯ Есть куда идти Льдинами битыми Станут айсберги на моем пути Он уверенно заявил в интернет-пространстве О себе и в клетке среди любителей Сегодня у него профессиональный дебют Встречаем Святослав Коваленко Его соперник в красном углу Ему 28 лет Рост 1 метр 78 сантиметров Вес 77 килограммов Ровно из Мурова Представляет клуб Молот Боец, который делает шоу в октагоне И за его пределами любимец публики С профессиональным рекордом 14 побед при двух поражениях Сергей Бобрышев Рэпер в октагоне Павел Осокин Бойцы, правила не нарушаем Внимательно меня слушаем После команды стоп не работаем Покажите красивый и честный поединок Желаю удачи Пожали руки по углам Начинается со-главное событие Турнира ММА из серии 53 Святослав Коваленко Который проводит первый профессиональный бой По правилам ММА Против Сергея Бобрышева И смотрим Сразу же С удара с вращением Начинает Свои атаки Сергей Да, причем удар этот Произошел практически одновременно С приветствием Как видите, Коваленко повыше Активно пошел он вперед Рубится Да, причем При сближении выбрасывает фронткики Напарывается на вертушку Идет вперед Блокирует Бобрышева У сетки Клинч Что покажет в борьбе Сергей Святослав Коваленко Широкая защита От Муровского бойца Тейгдаун пока не получается Но тем не менее Попыток не оставляет И локти полетели Вот так вот Коваленко на массе Просто пытается Забрать позицию Но не тут-то было Ну, абсолютно логично Действует Святослав Превосходя соперника В весе Пытается делать Ставку на борьбу Именно в этом Компоненте Смешанных единоборств Размеры И вес Играют наибольшее Значение Да, но В своих Предыдущих Про пера Святослав Коваленко Больше соперничен на руках Хорошо Головой отжимает Кстати говоря Должен был состояться Поединок Коваленко и регбиста Но Данила Отказался Из-за того, что Коваленко не сделал вес А вот как раз Сергей Бобрышев сказал Что ему все равно Сделает вес Или не сделает Святослав Драться я буду Да, и мы видим Что в габаритах Уступает Бобрышев Колено И близок Бобрышев К тому, чтобы Разорвать дистанцию Да, причем Плотного захвата Уже давно нет Продолжает Наседать Святослав На соперника Ну и кстати Отметим Вот уже Две минуты Поединки позади И в общем-то Святослав Коваленко нам Демонстрирует В очередной раз Что парень То он не робкого Десятка Да, подготовлен И опять локоть Очень жестко Вбивает Широкая защита Помогает Бобрышеву Остаться на ногах Он добавляет Колено По корпусу Ну и при всем При этом Получается Сергей Набирает очки Хотя поддавливает Именно Коваленко Еще один удар Уже левой ногой Правый Помог Бобрышев все более И более вольготно Чувствует себя Там у сетки Вот сейчас Перехватывает Инициативу Зацепом Вытягивает Левую ногу Из-под соперника Вот так Кто бы мог подумать Да, что первые Три минуты Две с половиной В этом бою Пройдут почти Полностью в борьбе Забирает спину И сваливает Вперед Или нет Разворачивается Коваленко Но все-таки Оказывается На настиле Полный маунт Ну и сейчас Похоже Все будет закончено Еще две минуты И тут критическое положение Локти полетели Здесь уже Сергей Не должен Упустить Увидим ли мы Интересно Хаммерфисты Фирменные от него Там сечка Серьезная Да, очень серьезная Продолжает лететь Локти сверху В голову Святослава Коваленко Ну Сергей Здесь уже не будет Спрашивать фамилию Как говорится И будет Бить Бить безостановочно Пытается Коваленко Спастись Колено по корму И там заливает Просто лицо Кровью Коваленко Да Никакой пощады Здесь не будет Просто избиение Форменное И там уже Просто кровавая баня Настоящая происходит Да, все Перекрылся Коваленко И рефери подсказывает Что нужно обороняться Активнее Святослав пытается встать Еще полторы минуты Активная защита Но этой активной защиты Практически нет И тем не менее Он пытается встать Поднимается Коваленко Коваленко Бьет по корму Проявляет характер И волю Поднимается Все-таки Практически Подтягиваясь За сетку Да Там Ужасное Рассечение И самое время Наверное Вызвать доктора В клепку Да Да-да-да Еще один перевод Ну и там просто Ничего и не видит Плюс ко всему Опять полный маут Ну просто Зачем нужно Двойные хаммерфисты Да Давненько этого не было Видно И выкидывается полотенце Избиение завершено Разводит руками Эй-эй-эй Ребята Бой завершен О Здесь начинается Иди разбери Кто-то из секундантов Святослава Коваленко Побежал молотеть Целая толпа Выскочила в клетку Судя по всему Секундантов И друзей Коваленко Ну вот Это и называется Поп ММА Это та самая причина Почему в профессиональном спорте Не место Вот Таким На мой взгляд Элементам Вот потому что Сразу же после Одного боя Произошло то Что мы сейчас с вами увидели Да Возможно Это соберет Какие-то там Репосты Или еще что-то Да Но Здесь же Все-таки История про спорт В первую очередь Ну и отметим Также поведение Сергея Бобрышева Вот это было лишнее То что сейчас Мы не увидели На повторе Удар Уже после окончания боя В этом поединке Если смотрите Спортивный результат Да То здесь Была победа Спортсмена красного угла Техническим нокаутом В результате Сдачи соперника Но После После команды На остановку боя Он продолжил Поединок И Да И Неспортивное Поведение То есть Я видел Спортсмен с синего угла Решил показать Что у него Никакого ущерба Реального нет Решил продолжить Но Спортсмен С красного угла Проявил Неспортивное поведение Поэтому Мы Объявляем Ноу контест Несостоявшийся бой У спортсменов Есть хороший повод Для реванша Редактор субтитров А.Семкин Бесплатная ставка Новым игрокам В букмекерской компании Лига Ставок Редактор субтитров А.Семкин